Наша сегодняшняя история, сдержанно говоря, потрясающий человеческий документ. Произошла она прошлым летом, и никто из ее участников и предположить не мог, какой поворот произойдет в их судьбах, из-за такой, на первый взгляд, ерунды, как фольга, в которой обертывает шоколад. Впрочем, из истории нам и раньше были известны факты, когда какой-то пустяк перерастал в трагедию, поражавшую по меньшей мере полчеловечества. В нашей сегодняшней, довольно-таки запутанной истории, рассказывается о том, однако, перейдем к делу. Товарищ его кооператор, прошу фон. Благодарю. Узнаете, что это? Нет? Разве это не похоже на городской шум? А теперь? Похоже? Прекрасно. А теперь закройте глаза и представьте себе обычную городскую улицу, полную нарушителей правил движения, как водителей, так и пешеходов. В числе последних быстро переходит улицу в неположенном месте две молодые женщины. Нет, не подумайте, что сейчас последует свисток блюстителей порядка. Наша история опирается на жизненную правду, а вы по собственному опыту знаете, что большинство из нас не так уж часто слышат этот свисток, к счастью для себя. Молодые дамы, ловко лавируя между машинами, переходят улицу и спешат дальше. Одна из них, стройная, со спортивной фигурой, красивая брюнетка. Вторая тоже стройная и тоже со спортивной фигурой, красивая блондинка. Мне лично первая нравится больше. По всей вероятности и автору она нравится больше. Иначе почему он выбрал в героине именно ее? Хотя, с другой стороны, непонятно, почему автор вместо того, чтобы пощадить свою любимицу, с какой-то прямо-таки беспощадной настойчивостью бросает ее в круговорот драматических событий. Но пусть это остается его тайной. Нас это не касается. Итак, наши очаровательные дамы спешат дальше. Пора послушать взволнованный диалог, который они, слегка запыхавшись, ведут между собой. Который час? Опаздываем на три минуты. Да успеем. Давай, вы быстрее пропустим журнал. Товарищ звукооператор, фон, пожалуйста. Слышали? Они снова стали переходить улицу и, конечно же, в запрещенном месте. Шофер высовывается из окна и грозит им кулаком. Ненормальная, на тот свет захотела. Еще рано. Вначале надо замуж выйти. А я больше ни за что замуж не выйду. Ни за какие деньги. Ну, пусть так тебе предложат. Что? Деньги, естественно. А почему ты думаешь, что не предложат? Скажи лучше, ты на что надеешься? Ну, все в жизни дело случая. Я надеюсь на случай. Великий случай. А, интересно, почему этот великий случай в последние десять лет со свистом проносится мимо тебя. Потому что настоящее еще впереди. Вот мой двоюродный брат... Твой двоюродный брат волнует меня, как прошлогодний снег. Ну, ты же его не видела. Он меня тоже. Он видел твою фотографию, сказал, или это женщина, или смерть. Мир праху его. Ну, все-таки, ну, что ты имеешь против этого знакомства? Ну, что? Его зовут Юла, не так ли? Ты не знаешь, в моей жизни были два Юла. Один оказался дураком и негодяем, другой отвратительным хамом. А теперь еще и третий Юла. Благодарю. Меня уже от одного его имени тошнит. Скажи лучше, который час? Ой, бог мой. До десять минут опаздываем. Кошмар, если нас не впустят. И все, ты. Обязательно тебе надо было купить всякой еды. Что за привычка жевать в кино? Я делала это все с вами сознательно уже. Ну, почему у тебя все не так, как у остальных людей? Очевидно, я вполне сформировавшаяся личности. Который, сидя в кино, съедает два-три бутерброда с келькой, с ветчиной и четыре сосиски. Плитку, шоколад. Это же удовольствие. А что такое жизнь без удовольствия? Что? Безрадостная жизнь. Понятно? И ради этого мы целую вечность проторчали в очереди. Привычиваешь всего лишь? Полчаса. Успокойся, мы уже пришли. Ой. Конечно же, сеанс уже начался. К счастью, для наших подруг еще шли титры. Билетерша впустила в темный зал. Товарищ звукооператор, фон, пожалуйста. Ой. Боже, как темно. В таких случаях, говорят, хоть глаз выкали. Иди со мной. Господи, ну чего ты там возишься? Ой. Ступеньки. Черт, мы их поправим. Эти ступеньки здесь со дня открытия. Пора бы знать. Ну, ну чего ты остановилась? Я смотрю, я музыка. Мы идем. Ты где? Ой, теперь совсем темно стало. Я ничего не вижу. Давай руку. Хорошо сказать, давай. Ты чего? Я знаю, что это твоя рука. Хватит болтать. Иди, иди. Только мы будем. Здравствуйте. Похоже, что в этом зале нет последнего ряда. Ну, все, все. Это здесь. Проходи, проходи. Я сяду с края. Наконец-то. Господи, ну стулья. Надо было прихватить с собой бутылку масла. Дай-ка к ребенку. Никак не найду свою. Ох, мой. Кто тебя здесь видит? В этом кинотеатре часто рвется лента и в зале зажигают сверху. Ага, вот именно. Рядом с тобой сидит великий случай. Рядом? Погоди, взгляну. Послушай, действительно, какой ты верзила. Лица не разглядеть. Приглядись поближе. Чего боишься? Решается вопрос жизни. Займусь этим позже. Что это? Этот рядом со мной почему-то вздохнул. Житейские заботы, наверное. Ну, ладно, ладно. Давай смотреть. Я не могу спокойно смотреть, если... Простите, вы находитесь в кино. Неужели? И что? В кино сидят молча. Успокойтесь, я знаю это без вас. Вот и прекрасно. Ты еще сесть не успела, милые сограждане уже начинают тебя травмировать. Потише. Кинь-ка одну сосиску. Ой, это не могу я сейчас. Бумага. Эта бабка завернула их в несколько слоев. А, между прочим, кричат бумаги, мол, не хватает. На, бери. Некоторое время в последнем ряду царит тишина. Все погружены в созерцание нашумевшего боевика. Ты что, заснула? Давай. Сосиску? А что у тебя там еще? Бутерброды? Нет. Пожалуй, сосиску. А, впрочем, давай то и другое. Сама ешь, а то худющее смотреть жутко. Спустя пять минут. С ветчиной? Спустя четверть часа. Попрошу сыром. Двадцать одну минуту спустя. А теперь шоколад. На, открывай сама, дай фильм посмотреть. И вот теперь с помощью звука оператора начинается драматическая завязка нашей истории. Прошу. Ну, тихо вот там. Тише. Потише, пожалуйста. Прошу тебя. Еще один рывок. Ну, вы чего? Так, обертка благополучно удалена. Трудовая победа. Хочешь? Ой, нет. О, человек, который не любит молочный шоколад, моментально падает в моих глазах. Ты молодой. Тише. 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 Смотри в музыку. Прекрати, люди смотрят. Не я делала эту фольгу. Не волнуйся, я подожду, пока музыка будет громче. Простите, вы разве не могли пообедать дома? Угу. Шоколад нельзя в кино пожевать. По-моему, с холодными закусками вы покончили. Остается еще суп и жаркое. Вам-то какое дело, что я ем? Почему вы не смотрите фильм? Подсчитывайте, сколько я съела. Вы же не даете смотреть. Ах, такие слабые нервы. Подумаешь, легкий шорох. Другое дело, если бы я чавкала. Так нельзя сказать, что вы утоляли свой голос совсем беззвучно. Я не понимаю, зачем вы тут вообще сидите? Да вам-то какое дело, где я сижу? Если бы вы не вели себя, как... Как? Ну, говорите, говорите смелее. Как? Ну, как кто? Слушайте, если вы не замолчите, я позову администратора. Какая наглость. Ну, и типы же бывают на свете. Повежливее, пожалуйста. Не я начала, а вот этот, рядом со мной. Ну, ладно, с меня хватит. Ну, поздравляю. Представление продолжается. Представление устраиваете вы? Да, вы в этом уверены? Тссс! Ну, нельзя же смотреть. Ну, что это такое? Сидит и видит, что за тип сидит рядом со мной. Такой является домой. Уж, конечно, принимается колотить свою жену. Господи, прекратишь ты. К последнему ряду подходит возмущенный зритель и внушительного вида женщина-администратора. Публика в задних рядах теряет всякий интерес к богатому событиям и фильму и с любопытством следит за представлением, развернувшимся в последнем ряду. Это очередное доказательство того, что правда искусства не выдерживает никакого сравнения с правдой жизни. Товарищ администратор, вот эти двое. В чем дело? А я откуда знаю? Хили, хватит, прекрати. Я не позволю себя оскорблять. Даже в кино. Не мешайте зрителям. Пройдемте, пожалуйста, со мной. Не подумаю. Гражданин, и вы тоже. А я тут при чем? Да выведите их, ради бога. Подавите милицию, фильм идет. Не дают смотреть. Выходите оба и немедленно. Ой, простите, мы будем сидеть тихо-тихо. Да не верьте им. Все время шуршат бумагой. Разговаривают, едят, пьют. Ну, ей-богу, за Мегаловка, а не кино. Я вынуждена просить вас обоих покинуть зал. Нет, с меня хватит. Пошли к директору. К директору? Прекрасно. Подожди, Сирий, я мигомолаживаю это маленькое недоразумение. Выходите же, наконец. Вы встаете или нет? Повежливее, пожалуйста. Тише, тише, тише. Идите за мной. Администратор впереди, двое провинившихся следом. Так они входят в вестибюль. Враги тотчас же окидывают друг друга оценивающим взглядом. Мужчина видит перед собой молодую хорошенькую брюнетку. У нее красивые карие глаза и... Простите за банальность, но что правда, то правда. Словно созданные для поцелуя губы. В свою очередь, женщина видит перед собой мужчину приятной наружности. Такого типа мужчины нравится женщинам от 16 до 60. Более подробная характеристика, пожалуй, и не нужна. Они меряют друг друга холодным, я бы даже сказал, ледяным взглядом и шагают случайно в ногу к двери директора, где их поджидает администратор. Заметив, как четко они держат шаг, женщины меняют ногу. Мужчина усмехается. Женщина видит это и презрительно фыркает. Они входят в кабинет директора. Директор, мужчина с маленькими грустными глазками, выглядит усталым и подавленным. Очевидно, его окончательно доконал штурм, которому он ежедневно подвергался из-за нашумевшего боевика. В настоящий момент он разговаривает по телефону. Нет, нет, я клянусь, ни одного билета. Ну, вся бронь выдана. Даже для своей тещи не нашел бы. Ну, честное слово. Умоляю, поверьте мне и пощадите мои нервы. Товарищ директор, тут у нас одно происшествие. Вы откуда? Хотя это не имеет значения, у меня все равно нет ни одного билета. Хоть раздевайте и обыскивайте. Я вывела их из зала. Вывели? Да. Почему? Наша задача вводить людей в зал. Это смотря кого? Ну, я не понимаю. Садитесь. Ну, нет смысла предлагать. Эти двое не хотят спокойно сидеть. Мешали всем, разговаривали, ссорились, ели, шуршали бумажками. Половина зала не могла смотреть фильм. Ну, товарищи, товарищи, зачем же так? Ссорьтесь дома, в столовой. А кинотеатр это место, где смотрят фильм. Не мыслимо смотреть фильм, когда рядом с тобой все время едят, ерзают, хрустят шоколадными обертками, болтают с подругой о всякой ерунде. Ах так? Значит, вы навоострили уши. Интересно было знать, о чем вы говорили с подругой. Простите, вы что, его жена? Я? Его жена? Не смешите. Я могу только посочувствовать его жене и поверьте мне искренне. Ну, прекратите ваши шуточки. Я бы хотела знать, можно ли тихо, никому не мешая, съесть в кино, ну, скажем, бутерброд? Тихо, да. Я делала это тихо. Ну, если вы никому не мешаете... Да как не мешает, когда тебя все время кто-то отвлекает. Я вас отвлекала? Я что, спрашивала у вас соль? Товарищи, товарищи, недавно у нас имел место такой факт. Один из зрителей полфильма ел купленную на базаре кислую капусту. Запах на весь зал. Пришлось попросить его выйти. А он поднял страшный шум, где написано, что в кино запрещено есть кислую капусту, орал он. Нет таблички, значит, можно. Видите, какая логика? Но ведь существуют неписанные правила поведения в общественных местах, не так ли? Что представляет собой полный зал? Это прекрасный, жизнеутверждающий, сплоченный коллектив, которые привели сюда общие интересы. Справа и слева от тебя сидят твои друзья, товарищи, братья. Вот как надо к этому относиться. Мой бутерброд с ветчиной не пахнет. У этого гражданина очевидно слабые нервы. Его раздражает все, что происходит справа и слева от его особы. В общем так, а за него я не посмотрела фильм. Я вас прошу дать мне новый билет на следующий сеанс. Вот так. Нарушаете порядок и еще требуете новый билет. Опять начнете есть там свой бутерброд с ветчиной? Не начну. Я цитаю. Хорошо, хорошо. Извините, у меня так мало времени. Алло. Да, я. Кто? А, здравствуйте, здравствуйте. Ну как же. Для вас всегда, хоть из-под земли... Одну минуточку, Александра Ивановна. Слушаю. Дайте ей билет и с брони. А мне? Я вообще не виноват. Я считаю, что имею такое же право на новый билет, даже больше, чем... Ну хорошо. Выпишите ему. Алло. Да, я вас слушаю. Сколько? Семь? И только какой пустяк. Вот это вам, а это вам. Пройдите в кассу, предъявите и выкупите. На следующий сеанс. Спасибо. Благодарю. Наши герои выходят из кабинета директора и направляются к кассе. Разумеется, они не обмениваются ни единым словом. Создаётся впечатление, что они и не умеют разговаривать. Женщина поворачивается кругом и выходит из кинотеатра. Она идёт, и её спина говорит смотрящему ей вслед мужчине всё, что она о нём думает. По выражению лица мужчины трудно что-либо понять. Похоже, что характер у него замкнутый. Хотя по его поведению этого не скажешь. Однако не будем заниматься сейчас излишней психологией, а продолжим. Сеанс кончился, и подруги встречаются перед кинотеатром. Товарищ звукооператор, фон, пожалуйста. Сири! Господи! Я уж решила, что тебя отвели в милицию. Что это? Новый билет на следующий сеанс. И тебе его дали просто так? Ну, естественно, за деньги. По правде говоря, за мой билет должен был бы заплатить этот тип. Ну, да мы не нищие. Нет, расскажи, что произошло? Чего особенного? Обменялись в кабинете директора несколькими остротами, вот и всё. А какой он из себя? Милый толстячок с двойным подбородком. В глазах великая печаль. У него? Я говорю о директоре, а этот, ну, как тебе сказать, примерский тип, вызывающий тошноту у женщин в возрасте от 16 до 60, самодовольная физиономия, ходит, словно аршин проглотил, на губах идиотская усмешка. Погляди-ка, какой-то тип на нас уставился. Не он? Точно, этот самый болван. Ну, что ты милишь? Интересный парень, как будто с экрана сошёл. Фух, неужели такие в твоём вкусе? Сири, я тебя не узнаю. Ну, перестань, будь объективной. Ой, он из тебя прямо глаз не сводит. Ну и что? Улыбнулся. Ненормальный. Ну, признайся, ты сама виновата. Прекратила бы эту возню, а то и словно нарочно прям. Нарочно? Ты что, я люблю шоколад, я имею на это право. А он хотел смотреть фильм и тоже имеет на это право. Ты что всё время на него посматриваешь, влюбилась, что ли? Любовь с первого взгляда? Ох. Хочешь, я вас познакомлю? Моя идеальная подруга, которая никогда не шуршит в кино бумажками. Можете избрать её себе в партнёры по кино до конца жизни. Извольте, будьте любезны, известная тихонь. Ой, ну не болтай. Я болтаю. Сама вытаращилась на него. Ты когда смотришь на чужих мужчин, всегда таращишь глаза. Ты что, совсем рехнулась? Пока. Ха. Есть ли на свете нечто более ординарное, нежели ссора двух подруг? Как вы сами слышали, нет. Ведь и повода-то к этому не было. Но он и не нужен. Женщины всегда сумеют затеять ссору на пустом месте. Не в силах даже себе логически объяснить, почему. Подобным даром наделила их природа. И тут уж ничего не остаётся, как печально слонить голову перед фактом. А, начинается новый сеанс. Поспешим вместе с нашей героиней в зал. Ряд 23, место 27. Женщина пробирается мимо сидящей публики на своё место, сверяет номер кресла с билетом и, широко раскрыв глаза, смотрит на своего соседа. Дорогие радиослушатели, не надо быть особо догадливым, чтобы понять, кто сидит в кресле под номером 28. И поверьте мне, подобная игра случаев не может предвещать в жизни ничего хорошего. Ну, знаете. Да, да. То, что соединил Бог, не может расторгнуть человек. Аминь. Что, ваше место 28-ое? Да, да, 28-ое. Ну и бестолочи. Кто? Почему-то они снова дали нам места рядом? Боюсь, что всё дело в недостаточной осведомлённости. Откуда кассиры знать, кого с кем сажать? Женщина молчит, и весь её вид говорит о том, что с этих прелестных губ в адрес соседа справа не сорвётся ни единого маломальски внятного звука. Свет в зале гаснет. Сеанс начинается. ЭВМ и инженер-конструктор. Эффективность их сотрудничества во многих отраслях промышленности не подвижит сомнению. Надеюсь, вы не заходили в буфет, чтобы купить ещё одну плитку шоколада, а? Не кажется ли вам, дорогие радиослушатели, что мужчина по какой-то непонятной для нас причине старается возобновить беседу? Похоже, что из этого ничего не выйдет, поскольку его соседка и ухом не ведёт. Значит, нет? Ну, слава богу. Хоть удастся фильм досмотреть до конца. Но остаётся лишь восхищаться редкой стойкостью характера этой женщины. Она по-прежнему молчит. Мужчина же просто неловко за него. Не умолкает ни на минуту. А может, всё-таки вы купили? Жальтесь надо мной. Я вас умоляю. Ну, скажите мне правду, и мне станет легче. Женщина по-прежнему молчит. Браво! Однако нет. Она поворачивается к мужчине и сейчас начнётся. Начинается. Во-первых, не ваше дело, что у меня с собой. А во-вторых, да, купила. Что? Две плитки. Две плитки молочного шоколада, если хотите знать. Вы, конечно, их купили нарочно, да? Я никогда не покупаю того, что мне не нравится. Я, слава богу, ещё в своём уме. И я хотел сказать назло. Как это понять, назло? Вы обо мне думали. Я? Помилуй бог. Ну, откуда мне было знать, что вы снова окажетесь возле меня? Во-первых, не я, а вы. Вы. Я купил билет раньше вас. Если бы дистанция действительно имела для вас какое-то значение, вы бы упомянули об этом, покупая билет. Так, по-вашему, выходит, мне надо было описать вашу наружность? Весьма забавно, простите, но я вас не запомнила. Неужели? Не обижайтесь, но есть тип людей, чьи лица в силу природной невыразительности не запоминаются даже при самом большом желании. Да, 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 ясно, ясно. Зажигается свет, кончился журнал. Слушайте, не будете ли вы, что любезны, развернуть ваши обе плитки шоколада? Вот сейчас вот. Да, ну, разверну. А куда я их положу? Буду держать в руке? Начну таять. Или положу на колени? Спасибо, я это платье всего второй раз надела. А может, вы положите их на свои светло-серые бритки? Я не колдовщик. Как, Острово? Свет гаснет. Начинается фильм. Прошу вас, прекратите. Не валяйте дурака. Если вы не перестанете шуршать, то... Что? То я... Боже, до чего увлекательно. Что же вы предпримете? Вот увидите, если вы еще только один раз... Неужели? Так-таки увижу. Но и темно. Почему не отвечаете? Честно говоря, мне осталось лишь снять маленький кусочек попертки и шоколад у меня в руке. Ой, а что это там случилось? Что там происходит? Да хулиганы. Чшу! Как хулиганы? Они что, пришли драться в кино, что ли? Не знаю. Ой, да они с ума сошлись. Вы будете бы молчить. Да не смотреть кино-то. Да позовите администратора. Я за мной ничего не слышу. По какому праву вы меня ущипнули? По праву человека, который борется за то, чтобы мероприятие не было сорвано. Если вы еще раз зашуршите, я вас снова ущипну и сильнее. Между прочим, гораздо сильнее. Я позову милицию. Валяйте. Я сразу так подумала. Вы тип, который дает волю рукам. Небось, дома жену колотите? Да каждый день. Не сомневаюсь. Господи, как больно. По делам, по делам. Думаете, испугалась? Ха! Тиран. Если вы посмеете еще раз до меня дотронуться... Прекратите, хватит. Я не позволю, чтобы какой-то Крубьян командовал мной. Ой! Да что они там с ума сошли на самом деле? Ну как же так можно? А кто там дается? Что за люди такие? Что за люди? Это же... Тише! Так, пошли. Зачем? Я сказала, выходите. Что это такое? Это что, вызов на дуэль? Я и не подумаю. Сами идите, скатертью дорога. Одна я не пойду. Пойдемте со мной. И немедленно. Я не желаю сидеть рядом с вами и смотреть этот фильм. И вам не дам его спокойно смотреть. Я буду уже минутно щипать вас. Не забудьте. Фильм двухсерийный. Хорошо, хорошо. Пошли. Не тяните меня за руку. Живо, иначе я буянин начну. Люди. Семейная драма. Да, да, да. В Виталке подрелись, да? Да. Подрелись. Подрелись. Воинственно настроенные мужчины и женщины выходят в вестибюль. Обоих прямо-таки трясет от ненависти и возбуждения. Они останавливаются, смотрят друг на друга, глаза их мечут молнией, кажется, еще мгновение они вцепятся друг к другу в волосы. Жуткие люди. Но послушаем, о чем же они будут говорить. Слушайте, у вас нет случайно справки из сумасшедшего дома, а? Я бы с удовольствием влепила вам сейчас пощечину, но, к сожалению, сюда вошли люди. Ну и что? Какой же это театр без публики? Я не люблю публичных скандалов. А по-моему, как раз вот это вы и любите. Вы мне до смерти надоели. Как и вы мне. Черт побери, я хочу спокойно досмотреть фильм. Вам понятно? Чтоб духу вашего в зале не было. Поразительно, как одинаково мы мыслим. Вы куда? К директору, попытаюсь застать билет на следующий сеанс. На следующий сеанс пойду я. Вот это мы еще посмотрим. И вот они снова у директора с грустными глазами, который, само собой разумеется, разговаривает по телефону. Я клянусь памятью покойной матчери ни одного билета. Ну поверьте мне, я готов сделать ради вас все. Ну что угодно. Могу даже броситься под поезд, если вам будет от этого хоть какой-то прок. Но билетов у меня нет. Нет. До свидания. Что вам угодно, товарищи? Как? Опять вы? Почему? Почему вы не в зале? Это вы у нее вот спросите. Нет, у него. Боже вы, боже. Неужели у меня своих забот мало? Вот, слышите? И так целый день. Нет, я больше не могу. Я больше не в состоянии. Ну что у вас там опять? По воле случая мы снова оказались рядом. Я видеть не желаю этого человека. Ох вы, но ведь в зале темно. Не настолько, чтобы я могла забыть о его существовании. К тому же он ведет себя по-хамски. Будьте добры, дайте мне, пожалуйста, билет на следующий сеанс. А я бы у вас попросил билет на последний сеанс. Может быть, проспокойся. Вон! Немедленно вон! Если вы сейчас же не уберетесь отсюда, я запущу вас в плеспопье. Лампой, стулом, креслом! Наши герои, которых обратила в бегство истерика директора, выходят на улицу и, тяжело дыша, останавливаются перед кинотеатром. Товарищ звукооператор, фон, пожалуйста. Потише, если можно. Иначе мы не услышим, что еще собираетесь сказать друг другу эти двое. Это вы виноваты. Нет, вы. Из-за вас я буду вынужден завтра полтора часа стоять в очереди. Так же, как и я. Которым часу вы придете, чтобы, не дай бог, снова не... Ну уж второго такого случая в жизни, к счастью, не может быть. Ну, будем надеяться. Не забудьте прихватить с собой обертку от шоколада. Прихвачу обязательно. Я повторяю, обертку от шоколада. Фольгу. Не понимаю. У вас же не было с собой новой плитки шоколада. Вы шуршали фольгой, которая оставалась у вас от предыдущего сеанса. Крайне дешевый способ привлекать внимание, мягко выражаясь. Что вы сказали? Да-да-да, весь этот спектакль был разыгран с целью познакомиться со мной. Простите, но подобные знакомства в кино меня не прельщают. Вы? Вы с ума сошли? Ничуть не сошел. Идите теперь в какое-нибудь другое кино, куда легче попасть. Шуршите там, сколько душе вашей будет угодно. Может, счастье и улыбнется вам. Вы? Вы? Да как вы смеете? Шуршите, шуршите. Успехов в работе! Дурак! Итак, уважаемые радиослушатели, поставим пока точку. Один поворачивается направо, другой налево. О, наконец-то мы сможем отдохнуть от них. С чем же мы здесь столкнулись? Извечная тема. Мужчина и женщина. Конфликт антиподов. Экоцентрические вспышки эгоизма. Борьба во имя одной лишь цели, кто возьмет верх. Прекрасная мысль директора с печальными глазами о том, что справа и слева от нас сидят наши друзья, товарищи и братья. Для наших героев ничего не говорящая фраза, которая и гроша ломаным не стоит. Для нас же, дорогие радиослушатели, это девиз нашей повседневной жизни, от которого мы ни за что не отступим. Исходя из этого, нам следовало бы, пожалуй, подвести черту. Сколько можно сопереживать подобным порочным явлениям? Впрочем, прошу прощения, я пока еще не могу закончить эту неблаговидную историю. Почему? Потому что на самом деле эта история так не кончилась, а правда жизни для меня превыше всего. Вам придется стать участниками еще целого ряда волнующих ситуаций. Закройте теперь глаза и представьте себе стоянку такси. В настоящий момент там нет ни одной машины, но ведь вас это не удивляет. Скорее вас удивит то, что на стоянке всего один человек. Нет, я ошибся, только что подошел второй. А, да это же наш знакомый, благодаря которому продолжается драматическое развитие событий. Пожалуйста, фон. Простите, вы давно ждете? Минут пять-шесть. Вот когда нужно такси, его нет. Да, такова жизнь. Нет, видите, идут и сразу два. Извините, вы ничего не имеете против, если я сяду в первую машину? Да, конечно. Какое имеет значение, они идут-то одно за другой. А почему вы хотите в первую, интересно? Да, 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 знакомый водитель. А, ну это понятно. Пожалуйста, садитесь. По Тарковскому шоссе, пожалуйста, в Егисте. В Егисте? А сколько туда километров? 51, побыстрее прошу. Нет, дальше чем за 50 километров я не поеду. Мне надо отметиться у старшего диспетчера. Ну подумаешь, один километр. Я очень спешу. Понапрасну теряем время. Да все равно, один или одиннадцать, дело в принципе. Что? Вы? Я, уважаемый партнер по кино. Я не могу ехать, у меня бензина не хватит. Поедем через таксопарк, соправитесь. Я не успею вернуться к началу новой смены. А в котором часу у вас кончается смена? Я не обязана давать вам отчет. Возьмите другую машину. Не возьму. Я очень тороплюсь. Поехали. Я не подумаю. Я вам ясно сказала, не хватит бензина. Кроме того, смена кончится раньше, чем я успею вернуться. Сейчас подойдет другая машина. Выходите, пожалуйста, и пропустите следующего пассажира. Нет, не выйду. Не мешайте работать. Тогда поезжайте в парк. Я хочу поговорить со старшим диспетчером. Что? Я не верю вам, вашим басням про бензин и смену. Ну и ну. Ну что, мы так и будем стоять здесь? Где бы вы ни появлялись, тут же начинаются недоразумения. Вы их за собой как на магните тащите. Могу я вас попросить проехать в таксопарк? Ну хорошо. Всю дорогу они молчат. Мужчина пытается увидеть в зеркале лицо водителя. На миг их взгляды встречаются, но они тут же отводят их. В полном молчании они идут к старшему диспетчеру таксопарка. Нам нет нужды слушать начало диалога. Послушаем его с середины. Что же скажет в заключении старший диспетчер? Все ясно. Смена у вас только что началась. В Егисты поедете вы. Но я... Заправьтесь и поезжайте. У меня сейчас нет другой машины, чтобы представить клиенту. А потом человек спешит. Счастливого пути. Огромное спасибо за прекрасное пожелание. До конца жизни вам этого не забудем. Кстати, вы на следующий день посмотрели фильм? Нет. Ну, я надеюсь, что не из-за страха. В третий раз. У меня не было времени. У меня тоже не было, к сожалению. Печально, да? Печально. Зигзаги, судьбы. Да, в общем-то, прямой и совершенно ровной дороги. Кстати, я понимаю, почему вы не захотели меня вести. Вы не спрашиваете, почему? Вас что, не интересует такой живой и занимательный диалог? Ну, ладно. Я обожаю монолог. К сожалению, у вас нет возможности закрыть уши руками. Вы не захотели меня вести не потому, что у нас в кино произошло маленькое недоразумение, и мы не поняли друг друга. Ну, один человек, а в жизни другой, так сказать, раздвоенная личность, а? Ну, я сам за вас спрошу, какую правду? И отвечу, у вас в сумочке была фольга, а не шоколад. Здор, у меня был шоколад. Вот я и дождался, что вы заговорили. Это был не шоколад, а фольга. Повторяю, шоколад. Всего лишь фольга. Шоколад. Примите это к сведению, оставьте меня в покое. Не приму, лжете. Я не удивлюсь, если она и сейчас у вас в кармане. Ходите из кино в кино и шуршите. О, случилось что-нибудь? Поездка закончена. Да почему? Поломка. Где? Перегорела катушка зажигания. О, что это значит? Скажите, а что, много времени пойдет на ремонт? Примите к сведению. Если перегорит катушка зажигания, машина с места не сдвинется. А запасной катушки у меня с собой нет. Бог мой, что ж теперь будет? Мы проехали всего лишь 21 километр. Придется пойти позвонить откуда-нибудь в парк. Пусть присылают другую машину. А я? А вы? Спокойненько вылезайте и попробуйте проголосовать, а вось кто-нибудь и подвезет. Ну? Знаете, у меня возникли кое-какие сомнения. Сомнения? Да. Разрешите, я попробую разок сам завести машину. Вы? Да, прошу вас. Вот мои водительские права. Ах, товарищ пошутил. Да будь у вас с навалом прав, за руль я вас все равно не пущу. Катушка перегорела. Все, ясно? Я прошу вас. Что это? Можете убедиться своими глазами. Я, к тому же, еще и общественный инспектор. Следовательно, могу проверить техническое состояние машины. Ха! Вы что, не верите мне? Кто солгал один раз, может солгать и второй. Ну и нахал. Разрешите мне на минуточку сесть за руль? А если не разрешу? Я буду жаловаться в таком случае. Типичный общественный инспектор. Разрешите типичному общественному инспектору выполнить его долг? Пожалуйста. У-у-у, дождик начался. Так, поглядим, в чем-то там дело. Ха-ха, как славно фырчится. Вы ошиблись, товарищ таксист. Катушка зажигания в порядке. Просто машина заглохла. Да ну. Я вам весьма признательна. К сожалению, я не смею оставаться за рулем. Может, снова возьмете его в свои уверенные руки? А? Прошу. Вот так. А теперь можем ехать. Дождь-то, дождь-то, как из ведра. Примите к сведению, что я не проеду с вами больше. Господи. Ни метра. Ну почему, почему? Я же все-таки вам помог. Выходите, я вас дальше не повезу. Хотите, жалуйтесь. Напишите на радио, в газету. Да хоть выгравируйте на камне. Я не поеду. Не поеду. Ай-я-я-я-я. Не поеду. Ай-я-я-я-я. Ай-я-я-я. Слушайте, водитель, следовало бы получше держать в узде свои нервы. Оставьте мои нервы в покое. Оставьте меня в покое. И вылезайте. Слушайте, ну вы же жестокая. Жестокая. Ну посмотрите, как льет. А у меня нет ни плаща, ни зонтика. Посмотрите, ничего нет. Ну хорошо, будем сидеть. Что ж, не поедем дальше? С вами ни за что. А обратно? Обратно тоже не повезу. Ну ладно. Будем сидеть. Долго мы будем так сидеть? До конца смены девять часов. Знаете кто вы? Вы бессердечный человек. А почему? Вы даже не спросили, почему я так тераплюсь. Я еду к своей тяжело больной тетушке. Утром получил телеграмму. Я сирота. Она меня вырастила. Вероятно, она при смерти и хочет кинуть последний угасающий взгляд на своего приемного сына. Вы своим поведением лишаете бедного, старого человека последней радости встречи. Я не верю. Ни одному вашему слову. Пожалуйста, вот телеграмму. Посмотрите. Ну, посмотрите. Тетушка при смерти. Приезжай сразу же. Мне было едва три гонзика, когда она меня усыновила. Кормила, одевала и обувала. Ни один человек не любил меня, как она. Меня даже ни одна женщина так не любила. Вы же... Ой, послушайте, не вздумайте заплакать. На улице без этого полно воды. Ну, так и быть, я отвезу вас к тетушке. Ну, пожалуйста. Ни одного слова. Канус вам. Я буду нем, как могила. Ну, и дождь. Ни одного слова. Ливень. Ой, а... Здесь объезд, ремонт дороги. Извините, я не смею говорить. Однако, решите обратить ваше внимание на одно обстоятельство. На протяжении нескольких километров будут три скрытых поворота. Уж я эту дорогу знаю. Молчу, молчу, молчу. Нет, я молчу. Честное слово. Знаете, будьте у меня под рукой. Зажим, я бы зажал им себе рот. Я вынужден вмешаться, чтобы объяснить вам ситуацию. Из-за поворота прямо на их машину выскочил самосвал. Столкновение казалось неизбежным. В последний момент такси повернуло направо, однако самосвал ударил машину сзади, и она боком полетела в канал. Завертелась там и перевернулась колесами кверху. Самосвал исчез. Товарищ звукооператор, где же фон? Нет, чересчур слабо. Прошу погромче. И этого еще недостаточно. Прошу добавить форты. Вот теперь что надо. Итак, дорогие радиослушатели, такси лежит колесами кверху, колеса продолжают медленно крутиться, на шоссе полная тишина, дождь по-прежнему льет, как из ведра. Фон, пожалуйста. В машине тихо, очень-очень тихо. Хотя нет, нет. В машине как будто слышно какое-то движение. Погодите, погодите. Вы живы? Жива. А вы? Представьте себе. О, я теперь понимаю, какое чувство испытывает летучая мышь, вися на потолке. Да, я понимаю, что чувствует воздушный гимнаст. А как этот ремень отстегнуть? Ничего не получается. А, что, вы уже внизу? Я еще никогда в жизни не сидела на потолке машины. Вы что, так и собираетесь висеть там? Да, если бы это зависело только от меня. О, приземлился. О, у вас на лице кровь. Да, я дважды стукнулась носом об руль. Болит дьявольский. Сейчас, подождите, подождите. Минуточку, я платок возьму. Сейчас, сейчас, сейчас. Вот. Вот. Не бойтесь. У вас тут крошечная ранка, крошечная. Черт возьми. У меня, знаете, такое чувство, будто меня побили. Ой, хоть бы удалось выбраться. Нет, этот дверь до второго пришествия не откроется. Попробуйте с вашей стороны. Как гвоздями заколочено. Выходит, погребены заживо. Как Радамес и Аида в опере Верде. Да. Не мешало бы это дело перекурить. Да. Вы не боитесь, что бензин... Ой, правильно. Пожалуй, действительно не стоит торопиться самосожжением. А где мой портфель? Где мой портфель? А, вот он. Смотрите-ка. Замок открывается. Великий Боже, ты существуешь. Бутылка книга. Видите, цела. А, сейчас, минуточку. Минуточку. Это нам необходимо. Пожалуйста, глоток. За то, что душа осталась в теле. Да вы что? А если нагрянет автоинспекция? Выпейте из меня. Да. Ну, хорошо. Судьба. Я благодарю тебя. Просит. Извините, мое любопытство. А вы что, захватили с собой спиртной липоминок? Люди, заглянувшие в глаза смерти, должны быть искренними. Правильно? Правильно. Я должен к стыду своему признаться, что наврал вам. Я ехал на день рождения к другу. Вот как? А телеграмма? Мне вдвойне стыдно. Но эта телеграмма двухлетней давности. К чему вам была вся эта комедия? Отвечу только при одном условии. А именно? Если и вы честно, ответите на мой вопрос. Попытаюсь. Что у вас было с собой на втором сеансе? Плитка шоколада или фольга? Фольга. Зачем? А уговор был отвечать на один вопрос. Теперь ваш черед. Да, к сожалению, вы правы. Я хотел снова встретиться с вами. Почему? Это уже второй вопрос. Теперь снова ваш черед. На что я должна была ответить? Почему вы шуршали? Я... Я хотела узнать вас. Да? Для чего? Ваш черед. Почему я хотел снова встретиться с вами? Потому что расстались со скандалом. Ну и что из этого? Я хотел с вами познакомиться. А вот как? А разве это нельзя было сделать как-то иначе? Иначе в обстановке, когда вы себя вели как тигрица? Нет. Интересно. Хотели познакомиться? А полезли на ссор и в конце концов дали мне уйти? А, логика хромает. Не хромает, не хромает. Я пробудил в вас интерес к себе. А каким образом вы рассчитывали снова найти меня? На стоянке... На стоянке такси, естественно. Вы знали, что я таксист? Разумеется. А как бы я иначе очутился в вашей машине? Гляди-ка. О, вы становитесь весьма интересным. А как вы узнали, кто я? Прежде чем отвечу, я должен ответить вы. Вы сказали, что хотели меня узнать. А для чего? А? Ну, почему вы молчите? Люди, которые находятся в ледяных объятиях смерти... Во-первых, мы больше ни в каких не объятиях, а просто сидим на потолке машины. А во-вторых, каждый человек, особенно женщина, имеет право на свои маленькие тайны. Значит, вы не откроете свои тайны? Вот именно, не открою. В таком случае и я не скажу, откуда я знаю, кто вы. Но я же лопну от любопытства. Умоляю вас, пожалуйста, этого не делайте. Тогда вы должны сказать, а то я в самом деле лопну. Ну, смотрите, я уже начинаю. Не надо, прошу вас. Ну, хорошо, так и быть. Правду, только правду. Будь что будет, жизнь или смерть. Смерть уже почти была, следовательно остается жизнь. Так что рискнем. Меня зовут Юла. Юла, ну и что? Я Юла. Юла, да Юла. К своему несчастью, я в своей жизни знала двух Юла. Юла. Юла? Ах, так вы! Вы тот самый! Да, тот самый. Двоюродный брат, Серий! Двоюродный брат вашей любимой подруги, Сири. Бог мой! Выходит! Сири купила три билета. Один из них мне. Я сделал все возможное, чтобы познакомиться с вами. Вернее, чтобы обратить на себя ваше внимание. Когда я увидел у Сири вашу фотографию, я сказал, или это женщина... Или смерть! Точно! А вы, оказывается, прекрасны. Помните! Вы знаете, такие красивые фразы женщина слышит не каждый день. Я полностью согласен с вами. Вы отказались от знакомства. И мне не оставалось ничего другого. Ну, зачем же колкости, придирки? Затем, что врага надо бить его же оружием. Ой, чертовка, Сири! А вы очень сожалеете, что мы сейчас находимся в необычной ситуации. Но если бы не было несчастного случая с машиной, не было бы этого разговора. Туда бы я что-нибудь другое придумал. Послушайте, а вы вовсе не такой противный. Хотя вас и зовут Юлу. Если вы будете очень настаивать, я готов переменить имя. Говорят, что при наличии веских причин идут навстречу. Нет, мне кажется, что мое предубеждение начинает потихоньку улетучиваться. Я сказала, потихоньку. Что вы делаете? Да, то, что каждый мужчина в аналогичном случае. Не думайте, я не каждому позволяю себя ценовать. Я тоже. Дорогие радиослушатели, мне больше ничего не остается добавить к этому. Кто-то из вас может спросить, а финал? Ну, предоставим судьбе распорядиться этим. А как она это сделает, вы, наверное, догадались. Добавлю еще вот что. Если когда-нибудь вы заметите в кино счастливую пару, мужчину и женщину, которые назойливо шуршат фольгой, а сами при этом хихикают, то знайте, это они. Ну, извини, потому что они счастливы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok